МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире наши новости. В студии Елена Кузовкина. Здравствуйте. Стало известно, что ремонт главного канализационного коллектора в Рубцовске начнут не ранее, чем через 5 дней. Об этом нашим коллегам рассказал директор Рубцовского водоканала. Режим повышенной готовности в городе вели накануне. Подтопленными оказались подвалы 115 многоквартирных домов, трех школ, шести детских садов, двух спортивных школ. Чтобы перекачивать отходы жизнедеятельности в параллельный коллектор, водоканалу пришлось подключить дополнительную насосную станцию. По обращению управляющих компаний мы локально автомобилями откачиваем выпускные колодцы, если есть такие обращения, соответственно. И в последующем также круглосуточно мониторим все внутриквартальные сети. Кстати, причиной обрушения коллектора стал износ сетей. Объект построили еще в 1965 году. Ремонтировать коллектор будут методом проколов, чтобы избежать серьезных раскопок на главном проспекте Рубцовско-Ленинском. Работы начнутся, как только в город завезут специальную полиэтиленовую трубу. Завод-изготовитель пообещал, что это случится через 5 дней. Сейчас также ведут переговоры с ГИБДД города, чтобы на время проведения работ организовать объезд для легкового транспорта. Маршруты общественного менять пока не планируют. Добавим, из бюджета Рубцовска на ремонт коллектора выделят 5 миллионов рублей. А жители старинной двухэтажки на улице Чехова в Барнауле уже и не надеются, что их дом отремонтируют. Здание является памятником регионального значения и буквально рассыпается на глазах. В небезопасном жилище побывала Ирина Корчагина. В этом году Наталья Голубева еще ни разу не выходила на улицу. Боится, что винтажная лестница обрушится. Бабушка всю жизнь работала санитаркой. 40 лет ютится в этой комнате. Здесь аж 13 квадратных метров. Кстати, ей повезло, можно экономить на квитанциях ЖКХ. В доме никогда не было ни ванны, ни туалета. А вода из уличной колонки обходится всего в 63 рубля в месяц. Вот у нас ванна для гигиены, для мытья. Невооруженным глазом видно. Стена отходит, крыша обваливается, квартира продувает. Зато не жарко. Так вот и какой исторический центр города. Улица имени Антона Павловича Чехова. Вот этот дом был построен еще в Российской империи. Кстати, он является памятником архитектуры. Но вот только местные жители боятся, что когда-нибудь эта сама архитектура сложится как карточный домик. Как только дождь, боимся, ток вот он. Боимся, что вода попадет. Не дай бог, это вот здесь трубильник под этим, под целлофаном-то. Не дай бог попадет, это же все. Здесь не выскочит ничего, вот оно все. Я администрацию звонила, когда, года, наверное, два назад. И они сказали, что у вас на 19-й год намечен капитальный ремонт. А прошлый год звонил, они говорят, так нет, нет, на 19-й год. Они уже убрали нас с 19-го года опять. Представители администрации о проблемном доме на Чехова знают. Год назад наши корреспонденты здесь уже были. И после визита съемочной группы сюда наведались и сотрудники местного ЖЭО. Но судьба исторического дома по-прежнему неясна. Непонятна и судьба жителей двухэтажки, которых даже не обнадеживают с расселением. Похоже, им так и остается носить воду из колонки и пропитываться историей дальше. Ирина Корчегина, Александр Антропов. Наши новости. А еще ждать, надеяться и верить, как делают это почтальоны немецкого села Подсоснова. Почта России заверила, что сохранит ставки сотрудников, которые собирались урезать три раза. Напомним, неделю назад три почтальона в селе Подсоснова написали заявление об увольнении. Так они отреагировали на новости о сокращении ставок. По подсчетам сотрудников, их зарплата в 6 тысяч рублей опустилась бы до 4 тысяч в месяц. Руководство объяснило это тем, что занятость почтальонов тоже сократится. Уволиться также решили оператор и начальник отделения. Но на днях им объявят, что сокращения отменяются. Доставка почтальонами почтовой корреспонденции будет осуществляться по-прежнему 5 раз в неделю. То есть никаких изменений у нас, собственно, и не будет. Это связано с тем, что наш филиал заключил договор с «Алтайской правдой» и «Кровой массовой газеты» на 1-й полугодии 2019 года. Из вышесказанного понятно, что нарушать договор не намерены, как и сокращать в ближайшее время сотрудников Подсосновского отделения почты. Мы намерены следить за развитием ситуации. А пока к другой теме. Школьников продолжают знакомить с IT-сферой. «Алтайский край» вновь присоединился к всероссийской акции «Урок цифры». Сейчас в поле зрения как выпускников, так и самых маленьких исследователей – искусственный интеллект и машинное оборудование. А насколько это актуально и востребовано, узнавала наша съемочная группа. Заставить робота рисовать с помощью компьютерных алгоритмов для этих детей не представляет и труда. Тем более, когда все это вызывает неподдельный интерес. В соответствии с нашим временем, конечно, интересно. Интересно самому создавать и изменять как-то роботов. Познакомиться с тем, что такое искусственный интеллект, что такое цифровая экономика, цифровизация образования и так далее. А дальше уже они смогут выбрать сами, допустим, профессию. Но насколько такое умение востребовано и перспективно ли работать в IT-сфере? Сегодняшний рынок кадровый по информационным технологиям испытывает голод. Проект «Урок цифры» выполняет роль популяризации именно развития цифрового. Без этого развития точная конкурентоспособность нашей страны не будет на должном уровне. Урок цифры посетило около 9 тысяч школьников края. Несмотря на то, что компьютерное оснащение многих сельских школ оставляет желать лучшего, проводить подобные занятия, по мнению организаторов, необходимо. Ведь сейчас без знания современных технологий никуда. Анастасия Бертенева, Ирина Харитон, Александр Антропов. Наши новости. На календаре начала марта это значит, что большинство подоконников уже украшают не домашние цветы в горшках, а ящики с рассадой. У продавцов семян пик продаж, а вот у большинства садоводов финансовые потери. Ведь семена в красивых пачках не всегда радуют богатым урожаем. Как проверить их качество в домашних условиях и даже не отходя от кассы, сегодня пытался выяснить Андрей Дреер. Семена плодовых и декоративных растений сейчас предлагают чуть ли не на каждом углу, даже в подземном переходе Барнаула. Сюда мы и пришли, так сказать, на контрольную закупку. Выбор семян огромен. Вот все есть на самом деле, даже морковь без сердцевины. Впервые вижу. Производители семян на красивых глянцевых упаковках обещают богатый урожай. Пишут о том, что все эти растения неприхотливы и не боятся вредителей. Но так ли это? Вот мы купили три вида петуний по 38 рублей. Упаковка в каждой по 10 семян. Это примерно одно семя за 4 рубля. Теперь хочется узнать, что мы получаем за эти деньги. Для этого поедем к профессионалам. Специалистов по семянам культурных растений мы нашли в Аграрном университете. Хотя больше внимания здесь уделяют, конечно, злаковым. Доцент кафедры овощеводства Татьяна Кузнецова уверена, что проверить качество семян можно уже по упаковке. Смотрим, обязательно должно быть указывать название, что это у нас за культура такая, название сорта, либо это гибрид, краткая агротехника. То есть, что всем тогда-то, высаживаем тогда-то и так далее, и так далее. Название производителя с полным его юридическим адресом. Обязательно должно быть указано номер партии, срок годности семян. Самое главное – найти хорошего производителя, который дорожит именем. У таких часто есть собственные сайты. Но даже семена под качественной торговой маркой могут подвести. Их советуют проверять. Достаточно стакана воды комнатной температуры. И по идее, те семена, которые у нас оказались на поверхности, они у нас не сильно доброкачественные получатся. У нас результат плачевный. Из 12 только два семени опустились на дно. Остальные непригодны. Профессиональные ботаники говорят, мошенников и в этом деле хватает. Пишут название, то есть фотография левая абсолютно. Название и описание не соответствуют действительности. Бывалые садоводы заготавливают семена самостоятельно, из уже проверенных годами культур. А начинающим земледельцам не советуют вестись на яркую упаковку. Ведь глянцевая красота не всегда качество. Андрей Дриер, Николай Шилко. Наши новости. К тому же опытные дачники рекомендуют пользоваться лунным календарем и выбирать для посева удачные дни. Вот, например, сегодняшний день удачный для заигрышей. Именно так называется второй день масленичной недели. Любопытно, что великие русские художники, например, Василий Суриков или Борис Кустодиев, на своих картинах нередко изображали масленицу. Оказалось, что и алтайских творцов на создание шедевров этот праздник по-прежнему вдохновляет. В этом убедились и наши корреспонденты. Мазком одним таким жирным, сочным, потому что это же блины. Понимаешь, нельзя хоть блины писать. Жирный, сочный мазок, как блин. Первокурсники Новоалтайского художественного училища начали писать маслом совсем недавно. И сейчас их задача нарисовать блины уже с маслом съедобным, вареньем и медом. Традиционно к каждому празднику студенты собирают особенные тематические натюрморты. К масленице их два на выбор. Блины ребята пекли сами. То есть мы начали постановку писать в субботу. И распределились они, кто к субботе готовит блины. А сегодня уже другие. У нас и парни пекут блины, и девчонки. То есть они так по очереди. И ждут, не дождутся, поскорее бы уже постановка закончилась, чтобы скорее эти блины съесть. Блины студенты съедят, а этюды останутся. Некоторые в училище некоторые ребята заберут домой. Для масленичного настроения. В детстве нас водили на всякие праздники. Мы участвовали в конкурсах. Выигрывали блины, ели. До их бабушки я приезжал, что там постоянно накроют стол. Мы соберемся всей семьей и пируем. В детстве, когда возили к бабушке, когда у нее там печка, тоже самовары, гармошки. И какое-то чувство теплоты, деревенского уюта. И вот праздничные обстановки. На картине Павла Поротникова проводы русской зимы и праздничная обстановка, и деревенский уют. Работа датируется 1980-м годом. С тех пор традиции встречи весны особо не изменились. Люди также выходят на улицу, жгут чучело масленицы и водят хороводы. А эта картина написана на 60 лет раньше, в 1920 году. Михаил Авилов изобразил суету на улицах Барнаула в праздничные дни. Сейчас конные упряжки сменили машины. В нашем 20 веке, в последующие десятилетия, художники продолжают отображать эту тему. Они отображают ее как в живописи, так и в графике. Многие художники, обращаясь к каким-то историческим темам в своих графических листах, тоже отражают народные гуляния, масленичные гуляния. Расшитые рубахи и юбки с узорами примерно вот так наряжались на масленицу нашей прабабушки. А в селе Сибиричиха Солонешинского района мастерицы из расписных платков создали необычные праздничные головные уборы. В Сибиричихе был специальный масленский головной убор. Он назывался рога. Он делался из двух платков. Это был такой высокий головной убор, который символизировал детородность женщины, ее способность к воспроизводству. И такой головной убор носили только на масленицу. Традиции меняются, но главными героями праздника по-прежнему остаются блины. Они до сих пор вдохновляют художников и очень пробуждают аппетит. Дарья Демиллер, Андрей Печоркин. Наши новости. Блины на этой неделе бьют все рекорды по популярности. А вот новому направлению в кунг-фу, во всяком случае для нас оно новое, своих поклонников придется завоевывать. В Барнауле открылась школа роллебола. Как этот вид спорта снимает эмоциональную нагрузку, узнавал Александр Захаров. До такого уровня лучших китайских мастеров нам пока далеко. Но роллебол, или как его еще называют мяч мягкой силы, набирает популярность в Барнауле. Элегантными движениями игрок балансирует ракеткой. Создается ощущение, что мяч прилипает к ней. Есть такая категория граждан, которые не являются спортсменами, но хотела бы заниматься спортом. И отсюда возникла такая потребность просто этих людей собираться и заниматься китайской оздоровительной гимнастикой. Мяч не должен прерывать движение. Движения должны быть мягкие, продолжающиеся, закрученные. В одиночном фристайле спортсмен демонстрирует, как он удерживает мяч на ракетке, выполняя стандартные и произвольные упражнения. Занимаясь роллеболом и выполняя вот такие движения, мы улучшаем свое физическое, психологическое и эмоциональное состояние. В наш век стрессов, по-моему, это отличное решение. Вообще роллебол – это два направления. Показательные выступления и игра с партнерами через сетку. И что примечательно, в этом виде спорта нет ограничений по возрасту и здоровью. Я сначала, растерявшись, подумала, что Варя не справится, потому что у нас есть и моторная неловкость, и другие дополнительные сложности для такого вида спорта. Но оказалось, все вполне преодолимо. У тех, кто занимается роллеболом в Барнауле, уже есть первые успехи – медали чемпионата России. Роллеболисты верят – не за горами победы и на мировых первенствах. Александр Захаров, Александр Антропов. Наши новости. Победа не за горами, а прямо сейчас и погоде. Спонсор прогноза – ПАО «КБ Восточный». Доделать ремонт, поменять мебель и гардероб обновить к весне. Успеете оформить кредит в Банке Восточной по ставке 9,9% до конца марта. В крае переменная облачность. Возможен небольшой снег. В Камни на Би – минус 5, в Заменогорске – минус 4, в Валейске на градус холоднее. А вот теплее всего. В Бийске, Белокурихе – там до плюс одного. В Барнауле небольшой снег, ночью до минус 7, днем – минус 4. У меня на этом все новости. Если у вас есть интересные темы для наших сюжетов, звоните по номеру телефона в Барнауле 722-440. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok